Я приветствую всех собравшихся сегодня здесь и всех тех, кто смотрит эту лекцию на видео. Наше сегодняшнее выступление будет посвящено искусству и музыкальному искусству в частности, прежде всего его глубинным, ритуальным или даже мистическим истокам. Я хотел бы начать с одной весьма примечательной зарисовки. В 2008 году на раскопках в Альпах, пещере Пола и Скалы, в слоях, датюруемых поздним палеолитом, археологи под руководством Николаса Коннорода из университета Тюбингена, нашли великолепно сохранившуюся флейту, сделанную из лучевой кости грифа. В этой флейте высверлено пять отверстий. Прошу обратить на это особое внимание, так как это будет иметь значение для дальнейшего рассуждения. Длина инструмента составляет более 20 сантиметров. С помощью радиоуглеродного анализа удалось установить возраст этой флейты. Ей не менее 35 тысяч лет. Это открытие вызвало бурную полемику в среде ученых, так как часть исследователей утверждает, и при том весьма обоснованно, что такие музыкальные традиции могли существовать уже у неандертальцев. В то время как другие склоняются к мнению, что существование такого сложного музыкального инструмента подтверждает наличие современных людей по территории Европы того времени, отклоняя идею об искусстве неандертальцев. Помимо главной находки флейты с пятью отверстиями, рядом были найдены еще несколько инструментов, но с четырьмя отверстиями. В чем же уникальность данной находки? Дело в том, что флейта с пятью отверстиями предполагает использование сразу двух рук для игры на ней, в то время как на флейте с четырьмя отверстиями достаточно одной руки. Можете представить себе, что такое для древнего человека синхронное использование мелкой моторики двух рук, причем с автономной работой пальцев каждой руки. Это является проблемой и по сей день на начальных этапах обучения музыке, так что в те времена использование двух рук при игре на флейте было грандиозным прорывом, который трудно сопоставить с чем-то аналогичным. Вот фотографии этого инструмента и фотографии еще нескольких древнейших флейт. КОНЕЦ Заметим, что современная блок флейта имеет семь отверстий с лицевой стороны и одно отверстие сзади. Таким образом, она не слишком отличается от своего древнейшего исторического аналога. И это в наш рек, когда основным орудием человека является электроника и компьютеры. В то время, как в эпоху создания флейты из пещеры полной скалы основным орудием человека было каменное скребло. Вот изображение каменного орудия древнейших людей. Таким образом, древнейшая 35-ти тысячелетняя флейта с пятью отверстиями может без преувеличения по праву считаться самым совершенным из древнейших проявлений искусства в человеческом сообществе. Однако, как известно, константного, индивидуального сознания в современном понимании этого слова у этих примордиальных людей еще не было. Тогда как же человек мог создать такой совершенный музыкальный инструмент? Более того, определить появление музыкального искусства нахождением таких сложных инструментов, как продольная флейта, это, конечно, замечательно. Но кажется самоочевидным, что первыми музыкальными инструментами человека после голоса стали ударные инструменты, прежде всего простые обычные камни. Выстукивание определенного ритма камнем о камне представляется наиболее реалистичным ранним использованием музыкальных инструментов. Такие древнейшие музыкальные инструменты невозможно отыскать археологам по простой причине, что современная наука не в состоянии, тем более по прошествии десятков тысяч лет сказать, стучали по этому камню с целью заострить его край или с целью извлечения музыкального звука. Даже уже значительно усовершенствованные инструменты, такие как натянутая жила на луке или кожа зверя, не могут быть идентифицированы как инструменты музыкальные, даже при идеальной их сохранности. Так как неясно, стучали ли в эту кожу в ритуале, или, к примеру, в нее заворачивали какую-то простейшую, бытовую или охотничью утварь и так далее. В этом свете встает вопрос, каким образом эти существа, еще находившиеся, пользуясь удачным выражением, Люсьена Левебрюля в мистическом соучастии с природой, и лишенные индивидуализированного сознания, создали столь совершенные и сложные музыкальные инструменты, как найденные в Альпах, в Лейте. На этот вопрос нет и не может быть однозначного ответа. Но я бы хотел поставить еще один вопрос. Этот вопрос будет риторическим, и пусть каждый поразмышляет над ним самостоятельно. Создали ли люди эти инструменты, или именно эти инструменты позволили человеку стать человеком? Какова здесь связь, причинна или целевая? Если рассматривать этот феномен с точки зрения юнгианской аналитической психологии, то вполне верными могут оказаться сразу оба ответа. Это удивительно, но по-прежнему создаваемые людьми и произведения искусства часто существенно превосходят возможности восприятия среднестатистического сознания эпохи. И мы не можем однозначно сказать, человек ли развивает искусство, или искусство развивает человека. Как удачно подметил Элифас Леви в Санктум Рега Бог сказал «Сотворим человека». Человек сказал «Сотворим себе Бога». Лично для меня каждое мое удачное сочинение является новым завоеванием сферы духа, до которого я бы раньше не смог дотянуться. И будучи сам и композитором, и исполнителем, и искусствоведом, я не могу однозначно ответить на вопрос «Что предшествует? Моя музыка – возможностям моего сознания? Или мое сознание – той музыки, которую я создаю?» Моя музыка – Итак, я плавно перехожу к основной проблеме моего выступления. «Определению роли искусства и музыкального искусства, в частности, в истории человеческого сообщества». И это не просто сложный вопрос, а вопрос, фактически граничащий с возможностями современного искусствознания, а во многом и выходящий за пределы его компетенции. Роль в обществе той или иной деятельности хорошо определима преимущественно тогда, когда речь идет о чем-то вещественном или материальном. К примеру, ни у кого не вызывает сомнений, зачем в идеале нужна профессия врача или бойца пожарной охраны. Однако, все становится намного менее конкретно, когда речь заходит, к примеру, о поэзии или музыке. На начальной стадии формирования человеческого общества искусство, религия и наука пребывали в стадии синкретического единства. И нужно сказать, что этот шлейф достаточно долго тянулся до протяжения веков и в какой-то мере присутствует и сейчас. Таким образом, если сами деятели искусства, находясь внутри системы искусства, не могут компетентно нам ответить на заданный вопрос о его роли и значении, возможно, на него смогут ответить смежные с искусством отрасли человеческой интеллектуальной или духовной деятельности, то есть религия и наука. Однако очевидно представляется, что религия нам в данном вопросе помочь, если и может, то крайне мало. Так как если рассматривать любые основные положения религии с внешней по отношению к этой религии и точке зрения, то они всегда будут представляться менее значительными, чем на самом деле являлись в истории человечества. И если же рассматривать религиозную картину мира с точки зрения самой данной религии, то ее значение будет подвергаться крайней степени инфляции и занимать практически все существующее интеллектуальное и духовное пространство, как это видно на примере европейских теологических споров средних веков. Таким образом, с точки зрения религии, если и можно хоть как-то объяснить роль тех или иных явлений в области искусства и музыки в частности, то такие объяснения будут также нуждаться во внешних дополнительных объяснениях. И уже тем более ждать какой бы то ни было объективности здесь не следует, хотя бы по причине существования множества самых различных религий, не говоря уже и в атеистическом мировоззрении. Таким образом, в качестве последней надежды получить ответ на поставленный нами вопрос о цели музыкального искусства у нас остается только наука. И действительно, по интеллектуальной рефлексии наука опередила остальные сферы духовной деятельности человечества. Наука достаточно рано начала интересоваться не только предметом исследований, но и методом, постепенно рассматривая в качестве предмета исследования саму науку, ими исследователя в частности. Так в 19-м и 20-м веках со всей отчетливостью проявилась такая отрасль в области науки, как философия или методология науки. Степень разработанности данного материала столь велика, что возникает соблазн попробовать применить наработанные в наукознании методы анализы и к искусству. Попытаться вскрыть его структуру и, что главное, прояснить его роль и значение в жизни человеческого сообщества. Для того, чтобы это лучше осмыслить, я сделаю небольшую зарисовку той концепции, которую я принимаю для адаптации к области искусства. Это крайне нашумевшая в середине 20-го столетия работа американского философа науки Томаса Куна «Структура научных революций», вышедшая в 1962 году. Хотя для нашей цели подошли бы и работы многих других философов 20-го столетия, я остановлюсь именно на работе Томаса Куна, так как в ней необходимая нам информация представлена в наиболее доступной и удобной для изложения форме. Итак, основной вопрос, который ставится в науке относительно предмета ее исследования, это вопрос, который для простоты изложения можно сформулировать так. Каков мир есть? Или, если говорить более наукообразно, наука отвечает за выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности. Таким образом, понятно, что истинной в каждый определенный момент времени может считаться только одна научная картина мира. Такую картину мира Томас Куна называет парадигмой, что можно перевести с древнегреческого как модель. По Куну научный процесс протекает не сам по себе, а в контексте какой-то конкретной парадигмы, представляющей собой совокупность современных знаний о мире, а также признанных легитимными методами исследований. Такой процесс постепенной проработки парадигмы и накопления знаний Куну называет нормальной наукой. Но иногда наука сталкивается с аномалиями, то есть явлениями, которые в контексте данной парадигмы не могут быть объяснены. Пока таких аномалий мало, они не угрожают структуре парадигмы, так как в большинстве случаев находятся на ее периферии. Однако по мере их накопления парадигмы начинают лихорадить. Появляется кризис науки. Выдвигается множество различных теорий и научных школ. Это Куну назвал экстраординарной наукой. И, наконец, в итоге происходит принятие новой, еще по сути непроработанной парадигмы, которая может объяснить то, чего не могла объяснить предшествующая ей парадигма. Такая научная революция происходит в большинстве своем в результате человеческого фактора, так как новые, еще не разработанные нормальной наукой теории, конкурируют преимущественно на основе личных симпатий и антипатий в научной среде. Принятая новая парадигма, используя предшествующий ей термонологический аппарат, придает ему новые оттенки и смыслы, так как он встраивается в совершенно иную научную картину мира. Этим Кун доказывал отсутствие процесса преемственности науки. Однако самым неразработанным звеном в теории Куна является, с моей личной точки зрения, совсем не идея об отсутствии преемственности, за которую его многие критиковали. Она так или иначе изложена у Куна со всей последовательностью и на множестве примеров. Непонятным остается иное. Каким образом в контексте одной парадигмы вызревает другая, если нормальная наука не предполагает выдвижение принципиально новых концепций, могущих разрушить современную им научную модель мира. Предположение о том, что парадигма представляет собой только майнстримное направление в науке, а параллельно существуют другие, андеграундные, которые выходят на поверхность в момент кризиса, будет верным лишь отчасти и по сути не объяснит сам феномен смена парадигма. Ровно так же нельзя допустить и то, что роль аномалий столь велика, что они являются катализаторами новых теорий. В это трудно поверить, так как отсутствие творческого начала в контексте парадигмы и замкнутость ее как системы не позволяет объяснить возникновение новой парадигмы в контексте старой, так как это противоречит самому понятию парадигмы. Таким образом, вопрос о смене парадигмы у Томаса Куна остается не столь ясно очерченным, как этого бы хотелось. Этой проблеме посвящена тринадцатая, на мой взгляд, самая спорная глава работы Куна. Куна говорит о том, что создатель новых теорий в чем-то близок к художнику. Однако, это не более, чем поэтическое сравнение. Так как, если Кун и может смириться с тем, что в эпоху возрождения между искусством и наукой не было принципиальной границы, то в современном нам обществе между ними он проводит резкую демаркацию. А именно в их сходстве искусства и науки как мне кажется и лежит ответ на поставленный в начале лекции вопрос о значении и роли искусства. Итак, попробуем углубиться в эту проблему еще больше. Вспомним, если наука, как мы уже выяснили, отвечает на вопрос «каков мир есть?», то вопрос, на который отвечает искусство, можно сформулировать так «каков мир может быть?». Ответив таким образом, становится понятно, почему научные картины мира или парадигмы имеют тенденцию устаревать, оставляя легитимы только одну современную, в то время как в искусстве равновеликими являются все выдающиеся достижения от рисунков пещеры Лоско и Вилендорской Венеи эпохи Палеолита до созданных вчера или даже сегодня шедевров современности. Так как правильный ответ на вопрос «каков мир есть?» может быть только один, так как сам наш мир один, в то время как ответов на вопрос «каков мир может быть?» множество. Если предшествующие научные модели мира остаются интересными прежде всего как исторические факты, то многие знаковые произведения искусства продолжают выполнять свою прежнюю роль именно в виде произведений искусства несущих в мир прорывы человеческого духа, а не в виде скучных исторических сведений. Поэмы Гомера это по-прежнему великие дерзновения слова, а музыка Генделя или Витховена так же, как и в былые времена считается вершиной в данной области искусства, в то время как, к примеру, теория флагистона в науке канула в небытие. Таким образом, если цель искусства ответить на вопрос «каким мир может быть?», то цель настоящего художника фигурально выражается создать целостную модель новой вселенной, не такой, какая она есть, а такой, какой она могла бы быть с необходимостью. Кстати, весьма схожим образом определяет отличие историка, то есть ученого, от поэта Аристотеля в начале своей поэтики. Процитирую классика. Разница между поэтом и историком в том, что один рассказывает о происшедшем, другой о том, что могло бы произойти. Вследствие этого поэзия содержит в себе более философского и серьезного элемента, чем история. Она представляет более общее, а история частная. Конец. цитата. На мой взгляд, именно в искусстве заложена разгадка появления альтернативных теорий в момент накопления аномалий и преодоления этапа нормальной науки. То есть, ученый, преодолевая инертность парадигмы, выходит за ее пределы и отвечает на вопрос, каким мир может быть еще. поступает таким же образом, как ежедневно поступает поэт или художник. Однако, тут у внимательного слушателя может появиться справедливый вопрос, что же значит, все ученые, совершавшие научные открытия, были людьми искусства? Очень бы хотелось ответить да, но это будет противоречить действительности. По этой причине попытаемся объяснить это более реалистичным образом. Приведем пример. Как известно, научные парадигмы создаются не где-то на задворках цивилизации, а создаются людьми, работающими в крупных научных центрах, в городах, так или иначе пронизанных культур. Таким образом, ученые, хотят они этого или не хотят, сознательно или не осознанно, но они погружены в поток манифестации культуры и искусства. По этой причине в момент кризиса науки новые концепции появляются именно таким образом, как обычно появляются произведения искусства, отвечая на вопрос, каким мир может быть еще, если он не таков, каким мы считали его раньше. Искусство незаметно для нас самих пронизывает все человеческое общество. Посмотрите на этот рисунок схемы. Вверху этой пирамиды оказываются вершинные произведения искусства, создающие полноценные новые вселенные человеческого духа. Ниже эти концепции или миры подвергаются последовательному упрощению, но в то же время и более широкому распространению. Чем дальше мы будем следовать вниз по такой пирамиде, тем более и более идеи будут редуцироваться. Ну, а тем более будет возрастать массовое распространение этих идей. В искусстве подобных примеров множество. Приведу лишь один, весьма показательный. Замечательный авторский фильм Алекандр Аминабора «Открой глаза», который знают, увы, немногие, и его голливудовский клон «Ванильное небо» с Томом Крузом в главной роли, который смотрели миллионы. Это всего лишь один пример из тысяч. Фильм Аминабора значительно сильнее, но нужно отдать должное режиссеру Кэмерону Крау, который, редуцировав идеи Аминабора, не вычистил их полностью, и они дошли до самых широких масс. Это пример частичной редукции. Итак, вернемся к нашему рисунку схемы. В самом низу современной пирамиды, типичной для нашей городской культуры, находятся примитивнейшие формы так называемого популярного искусства. Вроде телесериала самого низкого качества или подобных им примитивнейших песен, к примеру, блатной культуры, дешевого примитива и так далее. Однако степень распространения именно этих форм уже практически не искусства является в сравнении с вершиной пирамиды просто грандиозной. Именно подобные псевдосочинения являются максимально массовыми. Но я не склонен, как это обычно делают, критиковать эту ситуацию, так как слишком хорошо понимаю ее причины и цели. Благодаря существованию именно такой системы и сохраняется как искусство в целом, так и возможность обновления научных знаний. Желтая пресса является нижним представителем в нашей пирамиде от науки, в то время как самые дешевые песенки низкого пошива являются нижними представителями от музыкального искусства. Как вы прекрасно понимаете, полноценно воспринять работы Жака Диэлида, Мишеля Фуко или Жана Франсуа Леотара среднестатистический налогоплательщик увы не сможет, равно как и выдающиеся образцы современного искусства, к примеру, поэзию Пауля Целована или музыку Хельмута Лагина. Встает вопрос, если в подобных околонаучных и околомузыкальных явлениях первичный смысл или цель создания по сути новой Вселенной почти полностью редуцируется в процессе нисхождения по рассмотренной нами пирамиде, какой смысл существования столь вульгарной формы псевдоискусства и псевдонауки? И тут мы подходим к очень важному моменту. Дело в том, что вся наша человеческая культура по сути своей является устно передаваемой в самом широком смысле этого слова. Я не хочу здесь поднимать бесконечный вопрос философии о первичности фонетической формы выражения мысли над письмами. Я хочу лишь указать, что вся система знаков таких как алфавит, музыкальная аннотация, цифры и так далее по сути являются закрепленными лишь по конвенции. Таким образом, культура это набор человеческих кодов, воспринимаемых сугестивно через контекст, через наше окружение, через взаимосвязь с другими. Вся система человеческих символов функционирует ровно настолько, насколько она укоренена в человеческом сообществе. Показательным здесь является пример. Это русская церковная пение, знаменный ростов. Существовавшая в упору средних веков, записанные ростовы сохранились начиная с 11 века. Однако, по причине прекращения устной традиции, это пение почти полностью утрачено. Поддаются расшифровке лишь те образцы, которые имели так называемые пометы более позднего времени, примерно 17 века и далее. Так как не было единой, непрерывной, устной, живой традиции, передача этой информации была утрачена. Артефакты есть, а что они означают, мы, увы, знаем не всегда. Метаморфозы утраты первичного смысла блестяще проиллюстрированы в научно-фантастическом романе Роберта Хайлайна «Пасынки Вселенной» 1941 года создания, где тексты юридические об отправке космического корабля в последствии становятся священными, в то время как юридическими текстами становятся стихи и так далее. Мы редко осознаем, что книги и другие источники фиксированной информации являются лишь способами воспроизведения или напоминания, но не носителем в строгом смысле слова этой самой информации. В слове «яблоко» не заложена идея «яблока» и уж тем более в фонетическом воспроизведении этого слова. Единственным носителем информации является человеческое сообщество. Хороший пример искажения смысла при интерпретации письменных источников можно привести из сравнения ранних переводов шумерских текстов и современных. Зачастую они, увы, взаимоисключающие. И нет никакой гарантии, что современные переводы этих текстов действительно соответствуют реальности. Так как утрачена традиция этого языка, утрачена эта культура в качестве живой нити. Таким образом, информация, как об этом блестяще писал на протяжении всей своей жизни Жак Деррида, а еще ранее Фердинанд де Сассюр, представляет запутанный пучок знаков и означаемое в равной степени зависит от означающих, а не существует само по себе. Мы воспринимаем культуру непосредственно через внушение из окружающего нас контекста. Я вовсе не отрицаю колоссальное значение фиксированных источников информации. Они бесценны, но они не могут сохранить того, что сохраняет живая традиция, живая культура. Если, к примеру, представить себе такую невозможную картину, что с земли исчезнут все взрослые носители культуры, в таком случае человечество откатится не на сто и даже не на тысячу лет, оно откатится на многие десятки тысяч лет, что красноречиво подтверждают документальные факты, когда детей воспитывали не люди, а животные, так называемый феномен феральных детей. Такие дети лишены сознания в современном понимании этого слова и не могут в полной мере считаться членами человеческого сообщества. На восстановление их до хотя бы более-менее приемлемого человеческой деятельности могут уйти целые десятилетия, при том, что с момента их нахождения они уже будут существовать в окружении носителей человеческой культуры, и она мало-помалу будет оказывать на них свое воздействие. так что культура человека находится не в книгах, не в научных лабораториях и даже не в произведениях искусств, а в самом человеке, в его отношении к другому человеку. В данном случае вы можете себе представить, какова ответственность каждого человека, а человека искусства в частности, перед человечеством в целом. Чем более профессионал продвигается по пути освоения науки или искусства, открывая новые пути, тем в большей степени он является контейнером, содержащим уникальную информацию, которая не только будет существовать, покуда существует он, и может быть передана устно его окружению. Ну и если верить гипотезе Карла Густава Юнга о коллективном бессознательном, может с данного момента, то есть с момента ее осознания хотя бы одним членом человеческого сообщества спонтанно проявляться и у других людей, находящихся в том же культурном пространстве. Согласно Юнгу, единожды трансформированный, освоенный пласт коллективного бессознательного или объективной психики, имеет тенденцию проявляться во многих психиях или проще душах в строго научном смысле этого слова, тем самым как бы закрепляя тот пласт в осознании человечества. Осталось рассмотреть лишь один вопрос, зачем искусство проявляет себя в таком разнообразии видов, как музыка, поэзия и так далее. Думаю, что из всего предшествующего прямо следует и ответ на этот вопрос, а именно, если во имя сохранения человеческого кода, который мы называем культурой или значительно хуже традицией, искусство должно воздействовать на максимально большое количество человек и максимально многообразно. Так что даже частично лишенный полноценного восприятия член сообщества не должен оказаться в полной изоляции. Глухой может, к примеру, смотреть произведения живописи, а слепу слушать музыку или слушать, как читают, стихи. Помимо прочего, у каждого человека преобладают разные формы восприятия действительности. У кого-то это зрение, у кого-то это слух. Более того, в разные периоды времени у каждого преобладает то одна, то другая форма восприятия. К примеру, если чередовать слушание музыкальных произведений с просмотром фильмов и чтением книг, то мы достигнем порога усталости значительно позже, чем если мы будем педалировать лишь какую-то одну форму восприятия, давая пример непомеренную нагрузку на глаза. Таким образом, искусство проявляется в многообразии, как в чистых его видах, так и в синтетических, во имя сохранения и развития человеческой культуры, являясь по сути перводвижителем того, что можно назвать человеческим с большой буквы. теперь уверен, ни у кого не вызывает вопросов тот факт, зачем нужно редукция представленной нами выше пирамиды. Взглянем на этот рисунок схемы еще раз. Через упрощение высокие идеи доходят до самого широкого пласта населения Земли, что позволяет существовать и обратной дороги, через первичное восприятие простейших форм искусства человеку, идти все выше и выше к освоению самого пика этой пирамиды, к созданию новых вселенных, новых миров, новых достижений в манифестации неистощимости человеческого духа. И в завершение вернемся к тому, с чего мы начали сегодня, к окаменевшим костяным флейтам из Альфы. Можно предположить, что как раз флейта с пятью отверстиями была самой простейшей из тех, что были найдены в этой пещере. Вы спросите, как такое может быть, а все дело в том, что слаженность флейт с четырьмя отверстиями и их обнаружение именно по парам позволяют выдвинуть иную гипотезу о том, что как раз на флейтах с четырьмя отверстиями играл всегда один музыкант, причем играл одновременно, что они использовались именно парами и стали прообразом античного аунаса, духового инструмента с двумя трубками. Вот изображение этого античного инструмента. Так что мы до сих пор не знаем, насколько искусство может опережать свое время и что движет. Наше сознание искусство или как раз наоборот искусство способно двигать наше сознание. А также кто есть человеческий гений в искусстве? Является ли человек гением лишь потому, что может создавать гениальные произведения? Или напротив, автор создает гениальные произведения искусства потому, что является гением? на этом мы завершаем первую лекцию цикла о природе музыкального искусства. В следующий раз мы поговорим о взаимосвязи музыки и ритуала, а также о том, как рождается новое музыкальное произведение в сознании автора. А теперь я бы хотел закончить свое выступление и предложить просмотру видеоролика с моим произведением, которое называется «Либер Израфель» или в переводе на русский язык «Книга Израфила» «Скорбящие ангелы». «Скорбящие rillы» «Либер изimento спрят см к свят стр е пр Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok